И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодня у нас пятница, это значит, что уже выходит новый видеоблог. Я записываю такой вот обзор, реакцию, то же самое. Я не знаю, как бы тут добавить ещё в этом плане, потому что записываю второй раз данный видеоролик, потому что я настолько профессионал, что включил видеоблог и даже не посмотрел, какой я там смотрю, там половину видеоблога смотрю и думаю, что-то не то. Что-то не то определённо. В общем и целом, друзья, смотрим обзор на видеоблог, и я вам лишь могу только сказать то, что если на данном видеоролике набирается больше 100 лайков, то я отлично понимаю, что вам нравится данный формат, вы хотите, чтобы я его продолжал, потому что прошлую пятницу вы продержали, и мы продолжаем, безусловно, смотреть. Поэтому я больше балаболить не буду, в том видеоролике я там набалаболил. Сегодня сразу начинаем смотреть. Сегодня в выпуске запускаем двойные челленджи, напоминаем про игру, рассказываем про нулевой урон. Про нулевой урон, друзья, сразу хочу сказать. Боже, насколько мне бомбит иногда от этого обновления. Оно настолько глупое. Это просто ужас. Я вот очень хочу сейчас услышать, как орех будет отмазываться. Просто давайте. Всем привет! В прошлом выпуске видеоблога мы анонсировали наш новый скачиваемый клиент. Теперь же мы обновили клиент в социальных сетях. Вконтакте, в фейсбуке, одноклассниках. В одноклассниках еще кто-то играет? Доберемся мы и достигнем. Если вы играете через одноклассники, напишите, пожалуйста, в комментарии. Steam? Окей. Версии клиента. Жестко, жестко. Также мы продолжаем вносить коррективы. И одной из первых станет замена шрифтов в окне боя. Вы часто жалуетесь на плохую читаемость ников игроков, системных сообщений, а также чата. Именно эту проблему мы и решим добавлением нового, гораздо более читаемого шрифта. Ну, наконец-таки. Ну, боже ты мой. Ну, ё-моё. Додумались? Наверное, просто отзывы кто-то читает. Это неплохо. Так что вы точно будете знать, что за ультра-углассер 2007 вас убил. Уже завтра, 1 февраля, стартует февральский челлендж. Ну, что там у нас по челленджам? Вчера анонс я видел. Давайте, давайте. Мне вот сейчас очень интересно, что тут будет. Вот только теперь идти он будет не в течение месяца, а в течение двух недель. Что-то у меня уже на этом моменте что-то поплохело. Две недели? Вы рофлите? То есть, теперь вас будет ждать не один, а два челленджа в месяц. Друзья мои хорошие, боже ты мой. А у кого-то начались проблемочки с финансами, да? Кто-то хочет, чтобы кто-то больше донатил, да? Боевые пропуска, все дела. Поняли, да? Это что, значит два по тысяче будет? Два челленджа по тысяче? Тенение коснется наград за победу. Если раньше за один месячный челлендж вы могли заработать 70 танкоинов, то теперь сможете заработать до 100 за двухнедельный. И чё? Ну и чё? Это типа отмаза на то, что тебе надо тратить на боевой пропуск 500-очку? Вот, например, как я, да, покупаю. Только теперь мне надо будет в месяц тысячу тратить, но получать я буду вместо 140 халявных, я буду получать 200. Ну, по моей математике, по моей математике, все равно выгоднее, ничего нет. А за месяц суммарно до 200 танкоинов. То есть почти в три раза больше, чем раньше. По-моему, неплохой повод получать... Ничего хорошего в этом нет. Вчера стартовала наша... То есть вы поняли, да, фишку? 70 халявных танкоинов, 500-очка. Тратится, да, на боевой пропуск. Теперь вы получаете 200, но тратите 1000. А что по призам там вообще? Где призы? Алло! ...квест игра. Сегодня начался второй из пяти дней вопросов. И у вас еще есть возможность принять в ней участие и побороться за призы. Даже если призы для вас не главное, наша игра... Что касаемо игры, я вам скажу так, сразу, друзья. То есть в январе, когда нет ни у кого, ни праздников, ничего, начинать старт игры в 12 часов дня по московскому времени, это просто такой провал. Это просто провалище. Конкретное провалище. По идее, игра должна была начинаться в начале года. Как это было раньше. Они на месяц затянули. И в итоге сейчас, по моей информации, в данном челлендже участвует гораздо просто меньше игроков. А тех нагибаторов, которые там быстро решают, ну, которые там, ну, в какой-то степени заняты, там, учатся и все такое, они его просто не решают. Идеологика. Просто бред. Полный бред. Отличная разминка для мозгов, которая проверит не только ваше знание танков, но и... Да и призы, если честно, в этом году тоже какие-то, ну, слабоватые, слабоватые. Наблюдательность и сообразительность. Кроме первого места, то, что там телефон дают, все остальное как-то, ну, выглядит... Что там? 400 припасов, 400 танкоинов, 200 батареек, 5 дней према, дрон на выбор. Если не ошибаюсь, раньше танки мечты давали. Ну, блин. Что-то как-то слабовато, слабовато, слабовато. Очень слабовато, я бы сказал. Это первое место танк мечты. Мне кажется, раньше давало там больше, короче, по призам было. Так что переходите по ссылке, регистрируйтесь и приступайте к загадкам. В последнее время часто стало мелькать и в комментариях под нашим блогом, и под другими танковыми роликами на ютюбе следующая жалоба. Стреляю по противнику и наношу нулевой урон. И дело тут вот в чем. В Новый год мы ввели защиту на респауне. Когда вы появляетесь на карте, зайдя в матч или после смерти, вы на несколько секунд обладаете неуязвимостью. При этом сами вы можете наносить урон и передвигаться. Сделано это для того, чтобы на точках респауна вас нельзя было отстреливать, как уток в тире. Такая система достаточно давно используется во многих других играх. Обычно это анимируется полупрозрачностью или моральностью. Для чего это ставить? Просто для чего? Объясните мне, пожалуйста. Используется в других играх, поэтому нам надо слезать и сделать то же самое. Ну для чего? Просто это такое... Я считаю, что это самое провальное обновление, которое можно было просто сделать. Для меня это вот 2019 год худшее обновление. Просто худшее. Бред полный. К сожалению, при добавлении этого функционала мы видим только себя в этом режиме, но не соперника. Отсюда и ситуация, когда вы попадаете по сопернику, но видите нулевой урон. Мы обязательно исправим этот момент, а пока вам нужно чуть более внимательно отслеживать момент респауна соперников. А у вас часто случается нулевой урон? Ответили себе на этот вопрос? У меня бомбануло. Пишите в комментариях. Да, да, сейчас напишу в комментарии. Пришла пора ваших любимых видосов. Орхидея тестирует новый клиент и рассказывает обо всех технических трудностях, с которыми он... ...социально... ...тости... ...по... ...нежи... ...освечения... ...подавайте... ...помогу и... ...така... ...испыты. Сегодня стартует регистрация на соло-турнир Masters of the Sword. Ключевой особенностью этого турнира является тот факт, что все бои... Рисоводы... ...шарим? Хоть что-то полезное должно же быть из этого видеоблога? Хоть минимально. ...частие. А со всеми вопросами добро пожаловать на наш киберспортивный портал со статьями, которые помогут разобраться в любом вопросе. Регистрируйтесь, тренируйтесь и удачи на турнире. Говорят, если подписаться на канал и жмякнуть на колокольчик, то шанс первым посмотреть февраль... А, это все, да? А, и на этом все, да? А, это такой гениальный видеоблог. Ну, в общем и целом, друзья, что мы имеем? Из вышесказанного... Ну, трехминутный видеоблог, грубо говоря, да? Да, что там? Три минуты и дальше, да. Трехминутный видеоблог. Ноль урона. Ну, что? Для меня самое худшее обновление 2019 года. Не знаю, как для вас. Напишите по этому поводу в комментариях. Мне будет приятно вообще почитать. Посмотреть, что вы думаете по этому поводу. Но для меня это полнейший зашквар. Просто полнейший. Бред. Ладно, окей, пусть будет это в матчмейкинге. Но для чего делать это в ББП боях? Либо хотя бы, ну, дайте возможность отключить этот нулевой урон. Потому что, ну, это бред. Хорошо, хоть в закрытках это сделали, потому что турниры невозможно играть. Ну, и дайте возможность отключить. Окей, если в матчмейкинге нельзя это отключить. Потому что там у нас раки там приваренные играют. Окей, хорошо. Чтобы их не респили. Но в ББП можно сделать кнопочку. Включить или выключить. Нулевой урон. В чем проблема? Сделайте. Будет круто. Будет намного удобнее. Дальше. Что касаемо челленджей. Я, как бы вам все сказал, друзья. Что касаемо призов, я думаю, что все останется так же само. Просто кто-то хочет подзаработать. 2,5 соточки. То есть, теперь я должен за месяц потратить тысячи танкоинов. Я очень сильно подумаю над тем, стоит ли мне это делать. И вас тоже заставляю, да не то что заставляю, прошу задуматься, стоит ли вам вообще выполнять этот челлендж. Потому что, ну это уже все понятно. Ну типа, деньги начинают по тихой грусти быть нужны в больших размерах. Потому что уже меньше донать. Следовательно, челленджи приносили какую-то сумму. Она всех устраивала. Но игроки-то потихонечку, потихонечку начинают меньше играть. Меньше выполнять челленджи, потому что это уже все приелось. 2 челленджа, боже. Мы гении, мы сделаем 2 челленджа. Ну это что такое вообще? Ну что? Ну и там чуть-чуть сказали про HTML, про игру. Как-то так, друзья. Как-то так. Я очень сильно недоволен вообще, наверное, всеми вещами, которые были рассказаны в сегодняшнем видеоблоге. За исключением того, что хотя бы турниры как-то, ну, продвигаются в этих видеоблогах. Ну а так, в общем и целом, в какой-то степени, я бы сказал не о чем. Спасибо всем, кто досмотрел данный видеоролик. Не забывайте прожимать лайк, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые стримы, новые видеоролики. И, конечно же, заглядывайте. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok